так вот здесь мой хороший товарищ с канала дед роман попросил мне заснять процесс переподготовки рыбы к шарабану решили повторить шарабанчик я вчера достал леща разморозил его немножко добавил обычных специй для рыбы подсолил и все и вот он сейчас у меня будет часов 5 мариноваться хвост пришлось обрезать потому что шарабанчик у нас со старого бокса медицинского бокса он весь не влезет так что отдельно мы его запечем потом у нас у нас вот такая потом его немножко нашпигуем луком еще отдельно немного помажем майонезе к и все будем шарабанить вечерком а сейчас пускай стоит подсыхает немного короче до вечера он будет стоять ну ладно дальше потом еще второе включение продолжаем готовить рыбу для шарабана вот она у нас постояла часов 5 наверное замариновалась теперь мы будем делать очень просто возьмем майонезик размажем по всем по всей поверхности аккуратненько таким образом она еще немножко пропитается с этой стороны можно и снаружи помазать может нет мы снаружи мы по-другому сделаем вот таким образом просто чисто так хвостик и все загружаем сюда рука для запаха можно было конечно раньше но потом снова надо было убирать все остатки майонеза ушли в леща внутри и снаружи значит теперь что мы будем делать шарабан шарабан на дно замоченную щепу здесь ольха и абрикос тоненьким слоем много не надо потому что мы будем делать не копченку а шарабан тоненьким маленьким слоем с водичкой чтобы он выпаривался давал запах дровиной вот таким вот образом теперь ставим одну решеточку можно было бы конечно противень а нет стоп здесь без противня чтобы жир не капал не горел мы это все застелим вот такой фольгой чтобы жир туда стекал не капал и не горел поднимем на ножках все я вожу на нее грушевые палочки чтоб не пристала рыба к решетке таким вот макаром теперь значит нашего красавца берем я обычно как делают толстой толстой стороной толстой стороной толстой это там где позвоночник размеры палочки сколько ну я не знаю сантиметров 60 наверно да потому что и отдельно будет запекаться у нас хвостяра а ты валетом положим сверху еще помажем остатками майонеза майонеза уже ушло немного граждан 50 не больше мы его снаружи вещах пошинковали тон пошинкованный надрезами чтобы меньше косточек вот таким образом это все дело и будет происходить ну все пошинковали по спине ну нет по верхнему плавнику мы его разделали через спинку через шкурку не стали снимать потому что шкура все равно дает горький запах шкура с чешуей правильно шкура с чешуей потом она все равно уберется и что-нибудь у нас получит ну все сейчас пойдем ставить его на огонь вот тут семейная кухня выходного дня готовится плов доготавливается а вот что это мангал да лёня вот лёня ставит сейчас сейчас с рыбкой минут на 40 огонь такой будет сильный вот готовится плов первый раз таком исполнении дам посмотрим что у нас выйдет но зато вся семья в сборе все заняты все довольны саша маша лёша маташа маша ну-ка помаши ручкой вот она да и даже собака да вот и вот такой вот весенние как конец зимы и вот мы вот так вот отмечаем ну что на 40 минут поэтому на решетку уже поставили а так он внутри был понятно отлично молодцы так на сильном огне на на сильном огне понятно вот еще один товарищ скоро все будут дегустировать шарабанчика лещ хвостик но ничего страшного вот но в принципе вот на целый противень на большой получился лещ и так вот семья большая еще одного человека ждем и вот так нечаянно все собрались на шарабанчик деда у нас 95 лет до ветеран великой отечественной вот у нас тренировка перед двадцать третьим февраля хорошо так и и и и и и и